Архив Минобороны подготовил международную сенсацию. Вскрыли запасник со множеством документов времен Великой Отечественной. К ним 70 лет. Никто не прикасался. А ведь там, кроме личного дневника Гиммлера, захваченного Красной Армией, еще и личные карточки тысяч бойцов. И теперь стала известна их судьба. Эксклюзивные кадры у Александра Мастославского. Объем предстоящей работы колоссальный. Более 5 миллионов листов планируют отсканировать за 3 года. И мало того, многие из этих нацистских артефактов требуют реставрации. Ведь большая часть этого бумажного массива мертвым грузом лежала на архивных полках более 70 лет. Вот, например, такие отчеты о боевых успехах нацистской армии ежемесячно ложились на стол Адольфа Гитлера. Это журнал боевого пути группы армий Север. В нем имеются карты передвижения частей группы армий Север по территории Советского Союза. Каждый день расписано. Работа над этим нацистским наследством, по самым скромным оценкам, обойдется в 2,5 миллиона евро, которые заплатят немцы. Это собрание трофейных немецких документов оказалось в СССР сразу после Второй мировой войны. Среди этих подлинных свидетельств истории чего только нет. Тут и приказы Верховного командования Вербахта, донесения штабов, схемы укрепрайонов, сведения разведки, карты боевых действий, личные документы нацистов и советских военнопленных. Это концлагерные карточки наших солдат с немецкой педантичностью. Тут все коротко и ясно. Когда родился, когда женился, где жил и кто родители, когда попал в плен, где и когда расстрелян. На самой карточке имеется фотографическая карточка военнопленного, отпечаток пальца, а ниже информация, которая была нанесена на эту карточку уже в самом концлагере. Вот конкретно в этом примере, что касается Ярашкова Петра, он совершил удачный побег в ноябре 1944 года. В Германии давно мечтали получить доступ к этим документам, которые должны пролить свет на малоизученную часть истории Великой Отечественной войны. Немцы признаются, таких материалов даже в их Бундесархиве нет. Большая часть этих бумаг связана с Восточной Компанией и захвачена советскими войсками при бегстве фашистов с территории СССР. Тогда, в 1944-м, они бросали все. Боевую технику, раненых, награбленные и документы. Там же судьбы их соотечественников, понимаете. А в Германии до сих пор, вроде прошло 70 лет, а вот до сих пор они ищут какие-то следы своих родственников. Знаете, вот в 70-е годы было объявлено, что поколение вот этих солдат немецких – это преступное поколение. Один из самых красноречивых нацистских документов – рабочий дневник Гиммлера. В нем глава СС записывал только имена, время и даты, куда ездил, с кем и когда встречался. Нацисты почти все документы, связанные с преступлением против местного населения, уничтожили. Что вы делаете? Если вы специалист, вы берете рабочий дневник Гиммлера и накладываете на карту преступлений, организации группы СС, вы видите, куда ездил Гиммлер и как он процессы контролировал. Отцифровывают эти страницы неприглядной немецкой истории на лучших экземплярах немецкой техники, закупленной немцами специально для этой работы. Прежде всего, это высокотехнологические сканеры, которые способны копировать даже структуру бумаги и цветовые нюансы. Вот только запах передать не способны, шутят архивисты. Он может передать любые нюансы. Самое главное, что качество изображения такое, что при увеличении даже 800-кратного увеличения, можно, в принципе, увидеть даже водяные знаки. Кстати, после окончания этой работы и техника, и подлинники документов останутся в России. А вот электронные копии будут доступны в интернете не только историкам, но и всем, кто хочет лично узнать о войне всю правду в мельчайших деталях. Александр Мостославский, Андрей Зыков, Дмитрий Жуков, РЕН-ТВ.